Ну а третий областной турнир по борьбе с самбо в рамках Благостины, с которого мы и начали нашу программу, собрал под своими знаменами 126 юных участников из пяти городов Ярославской области. Эти соревнования стали настоящим праздником, приуроченным к Дню защиты детей. Подготовились мы уже не одним днём, начали подготовку месяца за два. Нужно было собрать команды иногородние, это всё непросто, потому что сейчас уже конец учебного года, у детей у кого-то там экзамены, кто-то контрольные какие-то доздаёт. Но в общем-то традиционно все, кто всегда посещает нашу область, все приехали. И в этом году нам очень помогли спонсоры. Мы настолько рады и благодарны всем, всё-таки праздник Благостина это детский праздник. Именно для детей хотелось, ну вот чем-то порадовать детей, хоть каким-то маленьким призом или подарочком. Мы очень довольны и рады. У нас сегодня ни один ребёнок не уйдёт без подарка и без презента. Все 126? Все 126 человек. Но вы отвечаете за техническую сторону вопроса. Всё-таки хочется спросить, сколько угличан сегодня участвуют и как вы думаете, как они выступят? У угличан сегодня более 40 человек, около 50 человек. Ну надеемся, что у нас есть ребята уже сильные, которые показали себя и на Перинской области, и занимали призовые места. И в общем из малышей, которые даже 2003 года, они, я думаю, будут бороться до последнего. Санксин, ну у вас вот как у организатора уже прошло открытие, турнир набирает обороты. Какое ощущение? Вы довольны, как всё проходит? Вообще я очень довольна. Сегодня прекрасная у нас людейская коллегия. Мы в регламенте до минуты, то есть по организации всё спланировано, всё подготовлено и сделано. И сейчас мне предстоит распределять призы, готовить грамоты и ждать, когда у нас выявятся победители и призёры. Главный судья соревнований, без преувеличения легенды ярославского самбо Сергей Сапожников, хоть и был весьма строг к юным участникам, но не скрывал своего удовлетворения от угличского турнира. Ну, во-первых, спасибо за праздник. Действительно, такого ещё нигде не было и нет. Насколько я вот сколько езжу по соревнованиям с детьми занимаюсь. Приятно, когда ребятах помнят, и не просто на какое-то там, а действительно под их праздник, под их детство. Вот уже третий год, и каждый год здесь очень весело. Народу всегда много, встречают нас с удовольствием, и поэтому сюда приезжать очень хорошо. И ещё раз, я уже на открытии сказал, очень хорошо, что он проходит в конце учебного года, спортивного года, когда можно приехать, как бы поставить жирную точку за весь учебный год, то есть удачно выступить на соревнованиях, подвести какие-то итоги года. То есть это тоже, пусть не очень удобно, но это очень хорошо. Количество участников, количество городов, участвующих вас устраивает как главного судья? Ну, больше не надо, потому что соревнования для этого возраста, 2-3 часа больше они не должны проходить. Ребята уже устают, начинают уже как бы, ну, вести себя неуютно, им уже из праздника переходит в мучение. Поэтому вот это вот оптимальный вариант, когда здесь проводится по двум возрастам, и примерно по 50-60 человек весит, ну, грубо говоря, 120 человек участников. Это самый оптимальный вариант для проведения таких соревнований, очень уютно. Скажите, а в этих возрастах лучшие приехали сегодня? Ну, знаете, туристов сейчас уже никуда не возят, потому что финансовые проблемы не остались у нас, никуда от них делали. И просто так приехать, посмотреть зал в городе Угличи, ну, мне кажется, уже таких людей не осталось. Так что приезжают действительно те, кто может что-то показать, на что тренеры надеются. Еще раз повторяю, туристов сейчас никуда не возят, за пределами своего города туристов. То есть приехали все сильнейшие ребята. Ну что ж, спасибо вам, что сюда приехали, вам аплодировали в имя, спасибо вам за этот турнир, спасибо большое. Спасибо, здесь очень хорошо, уютный зал, хороший. По крайней мере, встречают, наверное, до сегодняшнего дня, все хорошо. Дай бог, чтобы дальше все это осталось. И вам развитие, спасибо. Спасибо. Надо сказать, что в последнее время секция борьбы спортивного клуба «Спарт» пополнилась новыми тренерами, что не могло не сказаться на количестве ребят. А количество, как известно, рано или поздно перейдет в качество. Самые маленькие у меня как бы подготовленные. Хотелось бы, конечно, быть лучше, но занимаются совсем немного. Для некоторых это первое соревнование. В общем, остальные выступали только здесь, как бы в местном уровне. Это для них самое областное соревнование, считается. И как бы это первое серьезное соревнование. Они волнуются? Ну да, слезы и все есть. Они находятся в таком возрасте. Сейчас что-то либо судить рано. У них еще все впереди. То есть это будет год-два еще. То есть 2003 год, 2002 год. У них еще только будут соревнования на следующий год. Все будет впереди у нас. А вы можете, вы сказали, трудно судить, но какие-то имена, те, кто на ваш взгляд выстрелит, можно так сказать, через два года? Лянников Антон, Кураев Магомед. Кто еще? Ну, это из младших. А вообще сколько у вас воспитанников? Еще Дальнов, Дальнов Влад. То есть у меня где-то в воспитаннике 15 человек. Ну ладно, пожелаем вам успехов, в общем-то, и занять призовые места. Третий турнир по самбо в рамках Благостины прошел на высоком уровне. Проигравших в нем не было, а имена победителей на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова